Здравствуйте! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича и я, Елена Чехомова. Смотрите в этом выпуске. Не все разом, а по графику. В каких районах отопительный сезон наступит с опозданием? 25 числа уже все потребители должны быть срисованы. Это не только по жилищному фонду, это по всем потребителям. Потом начинается уже авральная работа. Этого ремонта хватило буквально на неделю. Ремонт закончили, а ямы остались. В каком состоянии сейчас кировские дороги? В этом великая память великого поколения. Еще один концерт. Какой теме посвятил свое выступление Василий Лановой? 460 домов в Кирове остаются без горячей воды. Это много признали сегодня в городской администрации. Но попытались объяснить, воды нет не из-за халатности каких-либо служб, а из-за плановой реконструкции сетей. Позиция мэрии – это работа на будущее и нужно потерпеть. В ресурсоснабжающей компании поясняют, во многих домах одновременно появится и горячая вода, и отопление. О подаче тепла – наш первый сюжет. Впервые за 10 лет отопительный сезон для жителей многоквартирных домов города стартует 15 сентября. Обычно он начинался ближе к октябрю. И не по стандартной схеме – 5 дней ниже плюс 8 на улице, а по постановлению администрации. Котельные будут запущены в течение нескольких дней, там день-два. Те объекты, которые запитаны от котельных, те же объекты, которые запитаны от больших теплоисточников, это ТС-11, ТС-4, ТС-5, работа будет продолжена в течение примерно 10 дней. Также по постановлению 9 сентября тепло появилось в большинстве объектов социальной сферы Кирова и в жилых домах Нововятска. Такая в этом районе технологическая особенность – отдельно школы и садики не обогреть. В соцсферу Кирова подключают до сих пор. 210 объектов школьного и дошкольного образования, из них подключено 140 объектов. Это было на вчерашнее число. Ежедневно подключаются до 20-30 объектов. То, что касается объектов здравоохранения, всего объектов 86, на сегодняшний день подключено 43 объекта. Тепло в Кирове появится не разом, а по графику. Части домов повезет, в них потеплеет прямо 15 сентября. А вот нескольким районам придется ждать. Так, работы на сетях идут на Филейке в районе Шинников, в районе Красной Горки, Дворца Пионеров и Зонального института. По Зональному институту, по тому микрорайону, мы существенно выровняем все режимы только ближе к 23-24 числу, когда закончим строительство, не запланированное в этом году изначально, по планам 2016 года, перекладку магистральной сети, которая идет по улице Тимирязева. Среди отягчающих для подключения теплообстоятельств ресурсники называют следующее. Большее, чем раньше число дефектов, задолженность потребителей 2,5 миллиарда рублей и низкую готовность к отопительному сезону со стороны управляющих компаний. Впрочем, обещание тепла есть для всех. 25 числа уже все потребители должны быть ресурсами. Это не только по жилищному фонду, это по всем потребителям. Потом начинается уже авральная работа, она сейчас авральная, а потом вдвойне авральная. Подробности по графику подключения тепла можно узнать по телефону горячей линии 716-716. Елена Чехомова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. Ремонт дорог в этом году в Кирове практически завершен. Всего в 2016-м было отремонтировано 24 участка, сообщили в городадминистрации. При этом капитальный ремонт не проводился нигде. Однако сплошное покрытие, которое практиковали дорожники этим летом, позволяет получить гарантии от подрядчика от 3 до 4 лет. Подробности в сюжете Анастасии Шерстневой. Объехать ямы не получается, ведь они находятся по всей ширине проезжей части, на улице Фабричной, в Ганино. Из-за этого, рассказывает местный житель Александр Кочкин, у него постоянно возникают проблемы с машиной. Из последнего пришлось заменить подвеску на круглую сумму. Говорит, ни разу за 30 лет, что он здесь живет. Такой плохой дороги еще не было. С этой зимы, потому что началась такая проблема, дорога начала разваливаться. Весной приезжали, делали выборочный ямочный ремонт. Почему-то я проезжался, да, и смеялся над тем, что они одну яму сделают, три оставят. Этого ремонта хватило буквально на неделю, все заделанные дырки, так скажем, они стали снова большими ямами. Чем больше их заделали, тем больше они становились. Но надеяться на то, что в этом году дорогу в Ганино отремонтируют, не приходится. По данным городадминистрации, большую часть дорог в Кирове сделали еще до наступления сентября. Но остались и те участки, которые, согласно плану, еще требуют ремонта. Но и тут возникают проблемы. Кировчане заметили, что, например, асфальт в Победилово рабочие кладут прямо в лужи. Сегодня на оперативном совещании в мэрии было принято решение наказать подрядчика. Работу не примут и оплачивать ее не будут. На этом участке Ленина от Розы Люксембург до Труда работы еще тоже не закончены. Несмотря на то, что на сайте городской администрации значится, что ремонт здесь должен быть закончен еще до конца июля. По данным мэрии, здесь осталось установить бортовые камни и отремонтировать съезды. Как и еще на четырех участках по этой же улице. Больше 80% дорог в Кирове не соответствуют нормативному состоянию. Об этом рассказал начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков. И исправить ситуацию сложно. Всего в этом году в городе отремонтировали порядка 10% дорог. И эта цифра неплохая, говорит чиновник. В бюджете у нас 606 миллионов. Из них как раз порядка 121 миллиона у нас только идет расчет и за 2014-2015 год. То есть мы еще рассчитываемся за старые долги. Эта цифра достаточно. Если бы в прошлые годы уровень финансирования был такой же, ситуация была получше. Но еще в этом году у нас, конечно, и перепады температур повлияли на такое состояние дорог. Кировчане могут и сами повлиять на ремонт дорог в городе. Любой желающий может проголосовать за тот участок, который, по его мнению, больше всего нуждается в ремонте. Сделать это можно на сайте общественной палаты региона. Мнение горожан власти обещают учитывать. Анастасия Шерстнева, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича. В Киров пришли два костюма для реабилитации детей. В них смогут заниматься дети с двигательными нарушениями, которые являются следствием различных заболеваний. Таких, например, как черепно-мозговая травма, повреждение спинного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения, детский церебральный паралич. Костюмы разработаны в Центре аэрокосмической медицины. В подобном оборудовании восстанавливают подвижность космонавты. О необходимости их приобрести сообщили в службе ранней помощи. Уполномоченный по правам ребенка Владимир Шевардин предложил сотрудникам этой организации составить список оборудования, которое не получается купить за бюджетные средства. Деньги на эти костюмы собирали с помощью благотворительного проекта «Облокоходцы», который, как напомнил омбудсмен, организовала группа инициативных и неравнодушных кировчан. Мы посмотрели, сколько это стоит, получится ли купить. И вот заказали два костюма, по крайней мере одного из которых аналога у нас пока не было. И размеры для малышей, то есть для самых маленьких. Мы очень надеемся, что детям это оборудование поможет для того, чтобы они развивались как обычные дети. Кировские охотники смогут отправиться за волком, лисицей, енотовидной собакой и зайцем. Завтра, 15 сентября, стартует осенне-зимний сезон охоты на этих лесных животных. А специалисты областного управления охраной и использования животного мира начнут выдавать разрешение. Как рассказали в ведомстве, сезон охоты на данных животных стартует именно середина сентября, потому что к этому времени волки, лисицы и зайцы, которые появились на свет в этом году, обычно достигают размера взрослых особей. Вдобавок достигают пика и размеры популяций. Так, только зайцы-беляка сейчас насчитывается более 107 тысяч особей. Хотя в прошлом году их было на несколько тысяч больше. Но такие колебания специалисты управления охраной и использования животного мира считают естественными. У каждого вида охотничьих животных, ну и вообще у каждого вида животных, происходят колебания. В какой-то период времени численность возрастает до какого-то предела, потом начинает падать, потом снова возрастает. И так волнообразно изменяется в течение всего времени. Провели работу над ошибками. Участники молодежного форума «Иволга» встретились сегодня с представителями власти. Грантов в этом году кировские ребята с этого форума не привезли, что огорчило главного федерального инспектора по Кировской области. Чтобы в следующем году результаты были лучше, чиновники посоветовали активистам начать готовиться к форуму уже сейчас, а также не стесняться, если что-то нужно, обращаться за помощью к властям. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Более 11 тысяч нарушений правил дорожного движения зафиксировали новые камеры на дорогах. Напомню, в Кировскую область прибыли и уже установлены 40 комплексов фиксации ПДД. Почти все они расположены в районах. Министерство информационных технологий и связи Кировской области считает, что благодаря этой технике снижается аварийность на дорогах. Так, если сравнивать первое полугодие этого и прошлого годов, количество ДТП сократилось на 6%. На 7,5% стало меньше аварий, связанных с проездом на красный свет, и на 44% уменьшилось количество инцидентов, связанных с превышением скорости. Пенсионеры получат единовременную выплату по отдельному графику. Правительство России одобрило законопроект о единовременной индексации пенсии в формате разовой выплаты в 5000 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Документ был рассмотрен в среду на заседании Кабинета министров. В январе 2017 года средства получат все пенсионеры, всего свыше 44 миллионов человек. Это будет отдельный график доставки. Где-то он будет совмещен с январскими выплатами пенсий, где-то будет отдельно доставляться, рассказал Топилин. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» приглашают всех желающих присоединиться к своей деятельности. В субботу активисты проведут первое в этом сезоне занятие, на котором планируют познакомиться с новичками, рассказать им об истории создания отряда, об основных правилах добровольческой работы, а также научат пользоваться оборудованием, которое используют во время поисков. Собрание пройдет в библиотеке имени Грина в 7 часов вечера. Сейчас мы ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Больше пяти лет в ожидании, как садоводы решают проблемы с ремонтом дорог. Еще один концерт. Какой теме посвятил свое выступление Василий Луновой? Приспособился ли бизнес к новым экономическим реалиям? Ответ на вопрос знают эксперты торговой марки года. Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем в эфире выпуск Бюро новостей «Давичи» в студии Елена Чехомова. Несколько лет ждут ремонта дороги. Дачники из семи садоводческих товариществ больше пяти лет не могут добиться, чтобы подъездную дорогу к их участкам отремонтировали. Чтобы решить свою проблему, они обратились в Союз садоводов России. Подъездная дорога к садовым товариществам «Газовик», «Березка», «Содружество», «Лесная новь», «Витамин», «Лесная поляна» и «40 лет победы» была заасфальтирована еще в советские годы и по прошествии времени начала разрушаться. Пять лет назад садоводы обратились в городскую администрацию по поводу капитального ремонта 800-метрового асфальтированного участка подъездного пути. Но оказалось, что по документам дороги не существует. Доказать свою правоту садоводам пришлось через суд. Судились, добивались, и все-таки на окончательный результат мы признали дорогу бесхозной. После этого через прокуратуру, через суд выбили то, что эту дорогу признали городской администрацией, то есть на баланс городу. После этого мы заключили договор на участие в ППМИ, поддержку местных инициатив. Ремонт дороги к садовым товариществам включили в программу поддержки местных инициатив этого года. Для реализации проекта требовалось 1 миллион 700 тысяч рублей. Как и полагается, свою половину денег садоводы собрали. Город выделил вторую половину средств. Состоялся конкурс, были подписаны все документы, но ремонт постоянно откладывался. Подрядная организация не хотела спешить. Вот тогда садоводы и обратились за помощью в Союз садоводов России. Союз садоводов оказал очень большую помощь у нас. Когда у нас задержка получилась, проблема была с подрядчиком, который то у нас пригодит. То будем, то не будем, то некогда, то всякое бывает. И пришлось нажать, Союз садоводов нажать, то есть они приключились и моментально начали делать дорогу. В семи садоводческих товариществах более восьми сотен участков. Многие садоводы живут здесь постоянно и взяли ремонт дороги на общественный контроль. Помощь в этом им оказывает Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России». Героев забывать нельзя. Вечером 13 сентября во Дворце культуры Родины прошел еще один концерт актера театра и кино Василия Ланового. Свои выступления артист посвятил памяти героев Великой Отечественной войны. Ладовой отметил, что к тем далеким событиям он испытывает особые трепетные чувства. Даже любимые фильмы, песни и книги у него именно военные. На концерте артист читал стихи фронтовых поэтов и пел военные песни. Услышать все это посчастливилось работникам и ветеранам Кировского завода «Авитек». Во время выступления особое внимание актер уделил акции «Бессмертный полк», что неудивительно, ведь он является сопредседателем этого общественного движения. Несут портреты своих ушедших. И в этом великая память великого поколения, которое отстояло нашу свободу. И в одном фильме они даже пели «Мы за ценой, мы за ценой не постоим». Не постояли, отстояли. И это великая память нашего великого поколения. Конкурс «Торговая марка года» в самом разгаре. Независимые эксперты посетили уже больше 20 предприятий торговли, сферы услуг и общественного питания. И эксперты уже делают первые выводы. Позади уже две недели плодотворной работы членов конкурсной комиссии торговой марки «Года». Представители Вятской торгово-промышленной палаты, администрации города и другие эксперты посетили уже более 20 участников ежегодного бизнес-конкурса. Руководители магазинов, баров, кафе, автосервисов представили на суд жюри широту ассортимента, убранство торговой точки. Продемонстрировали качество товара и ознакомили экспертов с перечнем предоставляемых услуг. И первые выводы уже сделаны. Бизнес приспособился к новым экономическим реалиям, констатирует факт эксперты. И прежде всего, не в ущерб потребителю. Стало больше сервиса, больше акций, больше выбора. Конкурентная среда все агрессивнее. И уровень конкурсантов от этого только растет. Многие обращают внимание, допустим, на какую-то разбивку цветников, что-то еще, чтобы именно потребителю было там. Не просто рядом прошел, а чтобы было интересно зайти. Если пускай магазины расположены в Кирове и в других регионах, какой-то товар в Кирове нет, присутствует там, то есть осуществляется доставка сюда. То есть без всяких наценок, без всего, ради бога, вам товар привезут. Скажем так, предприятие заинтересовано крайне в том, чтобы человек к нему еще раз пришел. Кстати, именно поэтому многие кировские компании и заявляются на конкурс «Торговая марка года». Диплом победителя – залог лояльности потребителя. И, к слову, с каждым годом в конкурсе принимают участие все больше предприятий, сферы услуг – бедцентры, спа-салоны, охранные агентства. Соответственно, больше работы и у членов конкурсной комиссии. Такой была эта среда глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск бюро новостей Дайвича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Дайвича по телефону 38-48-88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Генеральный партнер. Бюро новостей Дайвича. Кирово-Чепецкий хлебокомбинат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...